друзья вот видите вышли мы это умный домофон кстати через приложение может управляться сейчас ждем серёжа он пошел мусор выкинуть вообще конечно мы 3000 заплатили за уборку но им советчик у меня все мутно сделать чтобы было нормально хоть не знаю друзья вот игры 3000 вообще заплатили за уборку но так конечно я может все мы не убирали досконально как обычно делаем все-таки а с рукой больно да я вообще с ним ничего не могу делать вот но по крайней мере мусор мы выкинули посуду помыли в посудомойку запихнули посудомойка помыла все в принципе оставили все ну надлежащем виде ничего там не раскидано ничего ну конечно по убираться там придется пол помоют они все такой вот последний взгляд на этот дом мы едем домой нельзя нить как раньше из-за того что у меня такое дело на воде телефон пожалуйста покажи меня тебя куда да ну вот можешь не всю вот это просто не всего как только части но у меня тут видите серёжа сделал мне хвост не уверена что-то красота ну ладно как смотри так и сделал так смогли так и сделали они не хвост от ну вот видите вот так полточки рука все внутри но я попробую спереди сеть то что подумала вот это вот так так же как и мой этот корсет если нормально нормально сняты здесь это мужишь по тебе не давил любить ну сейчас посмотрим может запереди не я что любит застежки нет итак друзья мы отчаливаем время у нас час ночи 40 час 43 вот смотри на что получается вот мы от дома до сюда доехали прошла спустила 70 километров 10 километров 200 метров машина стояла мы вообще никуда не ездили по петербургу только на такси катались везде так и смешной пробег 86 086 гениально да так по карте я поставил значит москва 8 15 должны прибыть в пути будем 6 часов 30 минут 719 километров все отчаливаем смотрите вот арена на которую мы сожалению не доехали это рядом там я и спортсменка блин так ведь как красивые тут на это что такой мост вот установил нас полиция расскажет документ проверил документики проверила когда отдых книги указали пукните я пукнул я ничего не сказали просто разговаривали так вот я уже пасил как ваши дела ваше настроение все что все ли у вас хорошо покажите знак если вас мучают я могла бы показать мне плохо все ли у вас хорошо скажи нет ужасно у меня все ужасно подумал что вы меня украли у меня просто рука я не могу смеяться вы что уже не так свет выключил время на статье два ночи почти я пошла на лифте съезжать я же не была на распашу в любом случае ты ее прикрыл правильно мы прикрыли в любом случае конечно ну кто будет туда ломиться нет я тут дверь прикрыл я свет выключил выключал и дверь закрыл точку я свет выключал и посмотрел в коридоре темно полосу мы мог квартира по полосу подушку закрыл дверь я не знаю с какими мыслями ты вышел коридор типа посмотреть какой код и положить или ты подожди а ключи мне тут кто-то дал уже я код открывал я не давал никакой ключи у меня в руках значит они были да я можешь передал своих рук сему папе ты вспомнил Даня я еще открывал этот ключик от тебя крутил Даня по-моему был еще в квартире даже нет да хотя нет у меня не было ключей я не трогала ключи это сто процентов да я смотрела на людей друзья короче сегодня явно не наш день просто в общем сейчас мы стали думать ключ мы точно положили в сейфик но закрыли ли вы дверь этим ключиком потому что как-то Сережа сразу там стал искать как там сейфик открыть как то как все и все и никто не помнит из троих и поэтому нам надо возвращаться это же гениально просто как мы втроем не помним как мы вышли из победы потому что я беспокоилась в своей руке и коленях Сережа беспокоился как сейфик открыть дай мне о чем не беспокоился я понял я выхожу с пакетом и ты говоришь подожди мы сейчас я его возьму тебя помнишь да а там еще лежал мусор ты положил ключи мы положили ключи и ты пошел в квартиру брать мусор и потом просто захлопнул дверь походу мы сейчас проверим захлопнул я или нет когда он приедет мусор какой-то брал я еще говорю мне доставаться или нет ты говоришь уже пошли если ты пакет можешь брать да ты вернулся еще Даня говорит а мусор что там мы не будем его выбрасывать ты говоришь будем если вы положили ключи мы положили в квартиру это просто гениально короче люди все день не наш просто мы два дня уже не нашли а почему два а ну это уже второй пошел нет я продолжу вчера тоже не нашли вчера ты был трамп вчера на пароходике нормально мы покатались еще два этого я не знаю ладно вот так вот такие воспоминания будут о питере зато кто может похвастаться тем что он не просто приехал в городе а даже в травматологии побывал с врачами познакомился нашел двух хороших врачей травматологов да да сплаке с ней подрепали поговорили с плицейским забыли закрыть дверь вот так что вот так друзья едем обратно в общем что-то случилось я помню тоже когда поехал мы доехали с Серегой до метро машину поставили и поехали а я еду говорю а я машину закрыл полпути проехали а вот и я не помню и я не помню ну и вернулись обратно а видео не снимал да ну при чем тут ключи ключи это не так а я про свое падение нет а кому что бывает что ты забываешь те моменты просто на автомате делаешь и не помнишь закрыл ты и закрыл бывает и так и сяк это дело в том что просто не надо твоя рука ну да но я не уверена кстати что я отнимала я не помню этот момент а если ты руку не отняла пока ты упал туда ну может я сознание потерял ага ну поэтому и не помню ну а как по другому я не помню этот момент вообще понимаете у меня вышибл этот момент вот я помню уже падение мне вообще кажется что этот момент просто мозг меня заблокировал реально то ли я так испугалась нет в любом случае ты кочки там не было ты упасть могла только в одном случае ты должна была крутая мультером ну либо тормоз по тормозам нажала тормоз и газ одновременно нажала ничего не было ничего не было вот именно крутая муль может хотел посадить назад ну я не помню ты вообще не помню вот у меня я помню как вот я поехала уже после этого потом я помню как я лечу уже причем в конце ну то есть когда уже просто боли у меня дикая летел то есть я не у меня еще помню что за руль держалась и думаю как бы так отпускать не самокат у меня такие мысли вот эти самокат отпускать или не отпускать час как бы как лучше руки выставлять или уже так падать плаш мябля и вот этот момент мне казалось что он подлился вечность пока я падаю потому что реально падают там боль вот реально прям до хрена а вот момент перед этим просто мозг заблокировал я не помню даже не помню какие мысли у меня были что я делала о чем я думала вот когда я падала посмотри когда я падала я помню все свои мысли это было очень долго то упала так бух и все а мне к я такая думаю сейчас я вы короче мысли у меня были таки это пипец что мне делать выставлять руку падать сплошмя куда самокат что теперь это и подобие даже подумала что сейчас я ходить не смогу скоро надо вызывать или это пройдусь я вспомнила ту тетечку которая вчера упала вот это все вспомнила за ту секунду когда я падаю как это произошло не знаю потому что падала я секунду брат а что было до этого я не помню наш мозг ситуации подключают все похожие ситуации пытаются как-то решить да и вот и вот именно что я вспомнила тетечка я вспомнила как надо падать что там говорили плашмя руки выставлять этот трэш я даже помню вспомнила как я с речи падала но суть в том что зачем все это вспомнила непонятно и когда я могла это успеть самое главное что не помню почему я упала и вот в этом проблема ладно сейчас поедем все таки узнаем что у нас дверью я включусь расскажу народ мы едем у меня сейчас истерика начнется вдруг сейчас приедем а там мост разведут я не знаю как там где-то посты вы уже и уедем а дверь будет закрыта можем воздух ведем хочу а как мы выехали значит такая судьба у нас выехать а мост разведет поедем обратно вот так сам прикол дергать ну будешь хоть и желтый зато по ночному питеру прокатались а мы хотели красота что у питеру покататься это дом разведет ничего не вижу далеко блин ну вот и в общем он где-то хотелись по ночному питеру покататься груда замечательно гору про выполнили все наши условия мой кошмар чем скоро это уже будет прикол той дорогие друзья мы вернулись нашему дому заходим и сейчас будет час истины момент закрыли мы парадную очень маленький лифт ну закрыта не все пойдем можно было не возвращаться ну что друзья вы уже поняли результат я же не ходила с ними все закрыто но когда мы ехали назад нас опять остановил полицейский все же это что такое уже второй раз а он говорит у нас рейд вот сейчас посмотрим мы уже проехали тех которые нас прошло остановили может честно очень рейд у них такое почему скажу вам пятница вечер ночь пьяных ищет до 30 30 минут мы потеряли что вернуться в общем вот так вот и живем но как мы говорим это нам говорят что это все чужая квартира зачем вот но что хочу сказать о как нам говорят мы жалуемся мы жалуемся нет даже очень позитивные люди даже несмотря на все это мы не раскисаем не расстраиваются ну да рассказываем как все есть я не задался ну а что теперь я не задался но при этом мы же все равно нормально к этому а то есть это надеюсь не туда куда нам надо ехать мы по нему были вот друзья а там стоят люди их не пускают самокаты стоят везде в гигантских количествах просто и куча травматологии стоят кроватых количествах гуляют такие разговорчивые попались рассказал он как и роды принимал в машине сам серьезно конечно слышит нет я громко говорю давайте проверим мы проверили да мы проверили маму слышно наш рассказывать вам историю вот он вам рассказал что как у рода принимал что не успели доехать до роддом а не только за так что он по ночам когда он учился 4 4 курсе он работал еще подрабатывал таксистом и опался заказ там последний приезжает а там беременная женщина и нужно везти в роддом довезли чуть-чуть чуть чуть не успели он где что могу принять это ты умеешь вообще да как умею на практике это по теории да вот и принял так что вот так еще рассказывал что кто зачет его поставили за это еще рассказывал помнишь что он вышел и ой кто-то друг тоже вышел и сломал свечу поэтому сказал это непредсказуемо можно не кататься вот а еще рассказывал что он думает что тысячу с нас лишнюю сняли потому что он говорит что он ездит на море через москву и что там шереметьево что она берет тысячу еще участок москва зеленок зеленоград да то есть там участок который хотя мы не заезжаем сам аэропорт когда мы самолете как раз снимали да вот участок считается что надо тогда объезжать вот сейчас нас будут останавливать опять посмотрим сейчас скоро уже вот они удивляться если тот за 5 но я понимаю уже муж скоро в этот мост когда приезжали еще буквально две-три минуты и он там стояли полицейские какие красивые вот эти вот перила моста видно да и подсвечивать на один более быстро нашу ночью красиво давайте уже везде нас по старому маршруту чтобы уже вот все было пучком а самый прикол был сейчас что когда почему-то наша говорилка заговорила и первое что рассказала рассказала это по столько раз два раза остановили полицейские искала осторожно впереди несколько лежачих полицейских вот это ржака потому что далее говорит а что они уже легли них рейда не останавливался хора легли и лежат в пензу кудрю меня плотно опа мы здесь были так все туда вы заказывали вот помню эту штуку красиво тоже снимаю все снимаю да мы здесь были помните красота вообще топа вот сейчас еще напоследок в общем за с ними раз уж и поехали вернулись заснеем вам ночного питера такого дома тут справа красивый беленький что-то уже светать на камере еще более все светлые так что у них вообще сбоку да я вас засняла красиво а часами все устроили ночные покатушки хотели покататься пожалуйста такси так я вас покатаю хотя поздно почти три ночи но скоро через вас мило будет но люди ходят и гуляют город живет да люди гуляют уже светает как будто бы подсветка да фонарей до фонарей отключились ухаки там башенки прикольно кстати очень красиво и на удивление понятно просто думал что поедем ночью ничего уже вам помнишь как мы того блогера смотрели максимально неожиданно но понять можно люди кончаются вот это просто что это другая блогерша которая не блогерша на камеру общее светло-светло у нас тощает темно у меня на камере еще есть хорошо это светопередача на кораблике я дам и папа хуже ну понятно дело по похоже еще лучше ты помнишь твой телефоном asus обожали кошку тима да кстати там очень хорошо это почти ночью снимали божен как днем как он так делал уже непонятно осталось 14 время да это было очень это еще ваша воде более 14 15 давно купали мы с ним ездили вал как град сделала такой большой был бы просто ну что хотите вы возвращаться в питер еще выходить здесь как-нибудь через годик там типа почему нет нет вы как-то вчера говорили что может да может нет надо куда-то в центр 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 надо ехать мы были мы были в центре но не совсем центр 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 это скорее будет адмиралтейский район и этот но мы прям рядышком на ютки поспетов нужно ну прячь москва тоже центр разное можно на красной площади знаешь можно арбате всего центра уже разный не то по ей возьмут фото и в отелях что плохо в отелях скажи дайте что плохо там очень почему-то отели не предоставляют ну какой-то жилье что там было несколько комнат и чтобы можно было вот что дали отдельно от нас отеля во первых супер дорогие намного дороже хорошие отеля понятное дело центре хорошие отеля стоят дорого дороже чем квартиры также площадь 50 60 квадратных метров если вы если там будет столько уже можно радоваться в основном 30 30 40 ты 35 37 вот так вот у них то есть и одна там комната может быть не маленький там туалет ну короче вот вообще не сравниться на четверых это просто считается когда одна комната выходит в другую и все вот в номере одна в другую то есть ты как бы хочешь между двумя комнатами друг другу друга вот так вот вам и нашла достаточно хороший номер он был что-то 67 или 57 квадратных метров и он стал на те же дни 150 тысяч рублей мы заплатили 78 ну депозиты 70 а тут 150 до 2 раза дороже и ты будешь жить в лучших условиях там никакой посудомойки там кухни там нету кухни нету и 2 смежная комната ну такая в чем смысл тогда я лучше поживу тогда кусок двухсот десяти квадратных метров конечно хотя одним я не жаловался на холод то есть целом нормально было не холодно первый день был так более-менее холодный а потом вроде погода так распогодилось и было двадцать-двадцать два скажи серёж мы в кофтах ходили просто тут ветра вообще вот в этой квартире есть очень большой минус это окна окна полная дрянь во первых все слышно звукоизоляция лиза стеклопакетом наверное 1 2 там теплопакетом дело того что там вот эти резинки они все и сохлись все слышно на улице да но это же как я понимаю дом культуры называется наследие исторически тысяча десятого года и там нельзя вообще не менять ни окна ничего не заменять ты можешь заказать такие же окна ну прикиньте на заказ делать вот там сколько на кухне 3 пар то есть нельзя делать пластиковые окна и ты прикиньте сколько будет стоить поставки окна в круг в квартиру новой это мне кажется супер дорого поменяют потому что с одной стороны машины постоянно жужжу 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 вот циклисты на рабочий по 220 вольт стучат стоит такой недорогат от вашего устал да так не привык у нас в москве тихо дача вообще тишина полнейший я скажу честно я когда вот в первые два дня дома у меня окна открыт ночью я ходила проверяла окна что был еще и холодоватый плюс вот этот шум не может быть окно закрыто это я всем сережку за кто закрыл другу как так-то заезжаю вот на платку московское шоссе время 253 первый пункт был когда мы обратно вернулись уже заехали на скатах и съехали с него заплатили когда возвращались получается уже в таком-то заново 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 первый пункт мы же тогда не снимали вот так вот тут красиво кстати фонарчики такие прикольные а вот как они когда-то не горят а не горят они а горят да вот только горят правильный стал только вот эти эти не горят вот чуку можно сделать на ляге вы когда заезжали сюда сюда когда заезжали горели а днем не днем не а сейчас сейчас я думаю все горят вот эти промежуточки 3 один фонарь а папа говорил нет наверное один а я говорю не знаю а вот и папа оказался прав это странно у него до кольцевая дорога плотно зашли паскет вы сделали бы как плотный страты там кольцевая дорога кота у нас бесплатно хочу и тут сделали я даже не пойму кат какой-то кат автомобиль другая платы чит страна вот это нету денег не выйдешь да мы выехали я не знаю может у ликвиста альтернатива я не знаю да да и туда хер поймешь по моему не сюда точно не сюда она че не ведет что ли ну че ее говорил мы сюда поехали стойте к развязок развязки такие развязки ужасные ничего не понятно вот один раз уже что-то возвращали сейчас правильно надеюсь правильно ничего не понятно папа навигатор что собака перед руку перебегает ничего сила засняли я снимал не знаю попал нет вот отодвигай эту штуку ставь или я оставил еще сейчас сейчас папа тебе покажет покажет потом попьешь в общем мы заправились взяли три кофе и когда берешь три хот-дога четвертый в подарок ничего себе ну дают это че такое такие длинные сосиски или я там не вставила их нет такие длинные а ты можешь раз два где кушать сиди и кушь спокойненько так аккуратненько закрываем тут уже светает ребята уже светло почти день гастрон друзья времени у нас 4 часа 14 минут вот пришла смс-ка добро пожаловать в Новгородскую область совсем уже светло на улице и мы едем продолжаем попили кофе все пока ничего нового больше нет друзья проехали полпути осталось нам 350 километров в общем туман тут был я не могла снимать неудобно было рукой чуть снимала может вы видели вот вот так вот 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 не останавливаемся едем ничего как бы не делаем только едем едем и едем Сережа говорит что пока спать не хочет ну вот видно что туман там побочит но уже совсем светло машин нету так чтобы ну затруднений каких нету так что все нормально так как может какой-то дождь будьте осторожны фуры в основном едут в общем проехали мы столько же сколько нам и осталось еще и времени у нас сколько сейчас 6 утра утром вот видите какой туман да там туман вот 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 так ну что мы доехали до города Клин мы ехали ехали по старой трассе что-то нас задолбало это тут тут одни камеры за камерами 60 40 60 40 решили сейчас все таки выехать на автомагистраль платную как бахнуть последний участок впереди камера на полосу а вся такая камера на полосу камера на скорость камера на улыбку камера на ремень везде одни камеры еще и пешеходы бегают туда сюда кто знает куда ходят бабушки по утрам куда ходят в улыбнику не ходят так что сейчас мы и до москвы по прямой по платной думал чуть-чуть сэкономлю денежки поехать бесплатно она совсем дурацкая это бесплатная она я подумал что на этих камерах штрафы больше поднуть чем за платную дорогу ну я че реально так и может быть че 3-4 камеры поймал и все и вот тебе платная дорога уже купилась здесь а то и больше будет а то и больше будет даже мы уже еще в банном возвращались трес минут можно отнимать полчаса и то и что в банном кинопон не не Продолжение следует...